А как так быстро закупаешь сразу все гранаты? Я знаю, что круто. Лайкусь, кстати, загрузи. Хочешь 200 рублей? Стрелочка вверх. Enemy. А. Слышу. Стрелочка вниз. Б. Слышу. Хей, здорово, дружище, с тобой Серёга Сайбербанана. И я могу смело заявить, что в этом видео ты найдёшь самый лучший читерский конфиг в 2020 году. Я его проработал специально под тебя. Что в него входит? От топовых игроков самый лучший прицел, и таких прицелов 4 в конфиге. Дальше проработанные бинды, которые помогут тебе лучше двигаться по карте, либо же троллить соперника. Также хат минимализирован специально также под тебя, чтобы ты попадал в голову и не отвлекался ни на что другое. Ну, в принципе, всё дальше я видео покажу, но перед началом посмотрим рекламу. Есть один хороший сайтик в интернете, называется hellstore.net. Тут два режима игры. Это классик и коинфлип. Коинфлип это подбрось монетку и шансы 50 на 50 забрать банк. Ну, а классик, чем больше ты поставишь, тем больше вероятности забрать весь куш. Давайте как раз пройдёмся по классику. И на моём примере вы увидите, как это работает. Заходим в классик, после чего нажимаем ставка, выбираем предметы, которые у меня уже были в инвентаре hellstore, и теперь нажимаем поставить. Ох-ох-ох, 33%-ка, наверное, будет сложно. Поставили очень много ребят денежек, но я верю в себя, верю в удачу, и в принципе, я не забрал. Но ничего страшного, потому что для тебя подготовился рубризик. Если ты зайдёшь на сайт hellstore.net и введёшь промокод CYBERBANANA, ты получишь 60 центов себе на счёт. Испытаешь удачу и, возможно, выведешь себе денежки. Пробуй, ссылки в описании. Итак, чтобы заработал конфиг, тебе нужно открыть консоль и прописать EXEC BAN. Конфиг готов, и ты посмотри сначала на вот этот хат. Вот специально с жёлтым цветом оставил, чтобы ты, даже когда играл, помнил обо мне, а я был мысленно с тобой. И мы с тобой вместе ставили хорошие хэдшоты. И вот этот радар, который сверху, ты посмотри, идеален, да? Ты видишь абсолютно всю карту и видишь, куда двигаются как твои тиммейты, так и оппоненты, которые могут в одно или другое месте сразу показаться. Окей, хорошо, поговорили о Хаде, поговорили о радаре, но давай поговорим ещё о FPS, который ты сейчас видишь. Он 500 плюс у меня. Обычно катаю я на 300, на 250. Почему здесь FPS такой большой? По одной простой причине я убрал лишнее с конфига, которое не нагружает тебе, как и компьютер, так и, в принципе, саму игру. И поэтому FPS даже на твоём компьютере чуть-чуть станет повыше. Поэтому скачивай, в описании ссылочку найдёшь, пробуй. Давай поговорим о прицелах, которые есть. Есть прицел такой, 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 то есть любой вкус, который тебе нужно. Я долго катал вот с таким прицелом, но ты сам понимаешь, что рано или поздно надо куда-то двигаться дальше. И сейчас топ-1 именно вот этот прицел. Я его просто обожаю. Когда ты стреляешь, у тебя, посмотри, расширяются жёстко, да? Но есть ещё одна интересная штука. Смотри, когда я стреляю, у меня всегда сразу чистится карта. Это автоматически чистка карты, что и FPS, как я уже сказал, тоже поднимает. Давай посмотрим вот этот прицел. Это стандартно, если тебе вдруг ничего другого не надо, ты хочешь поиграть по классике. Пожалуйста, тоже для тебя специально оставил. Ну а если ты зигла любитель вырубать, то вот этот прицел, специально для тебя, тоже ката и пробуй. Ну а если тебе не нравится такой цвет прицела, нажимаешь на колёсико мыши и выбираешь тот прицел, который тебе нужен. Допустим, вот этот красный под мой глоб. Выглядит классно, теперь можно и покатать. Хорошо, поговорили о прицелах. Теперь давай поговорим о биндах, которые очень нужны. Кстати, ты часто меня спрашиваешь, дружище, а как так быстро закупаешь сразу все гранаты? Один палец проводит по F5, F6, F7, F8. Вум! Все, гранаты закупились, ничего не надо. Просто запоминаешь, где какая граната и их покупаешь. А я вот одним пальцем сразу закупаю все. Если тебе нужно взять гранаты в руки быстро, а не там не перебирать, как вот так, да, там, пока до молика дойдешь, столько времени пройдет. Нет, ты просто нажмешь Z на клавиатуре и молик в руках. X на клавиатуре, смог в руках. C на клавиатуре, флешка в руках и V клавиатура, это HE в руках. Круто! Я знаю, что круто. Лайкусь, кстати, загрузи. Хочешь 200 рублей? Все, что нужно тебе сделать, это подписаться, поставить лайк и написать абсолютно любой комментарий. И уже в следующем видео, оно выйдет, кстати, очень скоро, ты заберешь эти денежки. Главное, себя найди в следующем видео. Там ник твой будет. В общем, увидишь все в следующем видео. Давай, поиспытаем удачу. Может быть, в натуре тебе повезет. Давай поговорим теперь о таких штуках, как троллинг. Что такое троллинг? Это когда нажимаешь боковую кнопку мыши и пишется закрыто. Держи крепче, мой банан. Это когда ты хорошо поставил хэдшот или с ножа засадил. Вот это пушка. Но также есть такая тема. Типа, такой клоун ГГ. Это боковая кнопка на клавиатуре, а именно стрелочка в бок. Если ты стрелочку вправо поставишь, то напишешь на подписывайся, Сайбербанана 60К плюс подписчиков. Это будет помощь твоя мне. Мне будет дико приятно, потому что к концу года у меня задача 100 тысяч подписчиков. Давай сделаем это вместе. Я верю. Я просто верю, что мы это сможем сделать. Я просто не хочу удалять свой канал. У меня такой челлендж, ребята. Давайте сделаем. Помогите мне в этом. Скачайте конфиг, играйте, пиарьте меня. И я знаю. Я знаю, мы сможем. А для вас я буду делать царский годный контент. Ну и разыгрывать, если скидки и денежки. Окей, договорились. Смотри. Стрелочка вверх, стрелочка вниз. Она поможет тебе, если вдруг ты ночью катаешь и не можешь никак в микрофон сказать. Смотри, стрелочка вверх. Enemy. А. Слышу. Стрелочка вниз. Б. Слышу. Это дает возможность твоим тиммейтам увидеть информацию и хоть как-то взаимодействовать с тобой. Это частое явление, особенно бывает, что ночью я, допустим, катаю и мне никак в микрофон не сказать. Но благодаря вот этим кнопкам это меня выручает. Я уверен, тебя не раз спасет. Чтобы затащить последний или предпоследний раунд. Это просто имба. Я тебе серьезно говорю. Но смотри, бывает такая тема, кстати, по поводу НБ. Ты катаешь один на один. И начинает тиммейт орать лево, право, он тут, там, да сзади. И ты такой нажимаешь на нампаде. Минус. Все. И написано. Заткнитесь. Батя в здании. И ты даешь всем понять, что ты сейчас готов тащить сам. Не надо никакой информации. И после чего ты просто обратно включаешь плюсик, когда ты уже закончил все свои дела. И написано. Че? Повтори. Ну, это к тому, что ты такой, ребят, теперь вы можете болтать, что вы там хотели. И все. Ты можешь спамить это так же несколько раз. Типа, чего? Повтори. И все. Это появится. Также, естественно, выбросить бомбу. Это от себя колесико. На себя колесико. Это прыжок. По микрофону болтать. Это боковая кнопка мыши. Рядом с тем самым держите мой бананчик. Ну, все, ребята. Рассказал, в принципе, основу конфига. Естественно, сами чуть-чуть потрогайте, полазите. Давайте пройдемся, кстати, по настройкам. Ну, руки, кстати. Если кто хочет сразу спросить. Они уже встроены в конфиг. Да. Вот такое положение рук, оно уже в конфиге. Вот тут часто меня спрашивали в прошлом конфиге. И также по сенсе и так далее. Сенса 3.09. И чувствительность при влезении это 1.0. То есть, ребят, тоже подберите под себя, как нужно. Я обычно катаю либо 2.88, либо 3.09. И тут либо 1. И 1.1 также катаю. То есть, в зависимости от себя. Сегодня так, завтра так. Почувствуйте сами. Плюс еще не забивайте, у вас на мышке должно быть DPI. У меня самое минимальное DPI это 200. Естественно, иногда катаю на 400, когда я чувствую, что прям могу. На так 200, чтобы четенько. Хэдшот, 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 хэдшот. Вот в основном, если говорить о том, что какие настройки стоят у меня. У меня стоит все на максималках. 1920 на 1080, 16 на 9. И, как вы видите, все максималки. Так что, в принципе, рассказал про конфиг, рассказал про свои настройки. От вас прошу одно. Давайте сделаем 100 тысяч к концу года. И будем разрывать на этих конфигах. Кстати, не забываю, у меня есть в стиме своя группа, где тег у нас. Готс. Тоже, чтобы, да, ребята знали, кто здесь цари на сервере. Ну, в принципе, все. Вот я и рассказал. Единственное, что давай, тащи, тащи, тащи на моем конфиге. Я буду знать, что у меня есть ребята, которые могут. Ну, все. Пока-пока. И давай смотри вот это годное видео. Я тебя там жду.